Открываем вместе с вами Евангелие от Луки, 6 главу, и мы прочтем с 13 стиха. Луки, 6 глава, 13 стиха. Когда же настал день, призвал учеников своих, и избрал из них двенадцать, которых и наименовал апостолами, Симона, которого и назвал Петром, Андреем, брата его, Якова и Иоанна, Филиппа и Варфоломея, Матфея и Фомуя, Якова, Алфеева и Симона, прозываемого Зелотом, Юду Яковлева и Юду Искариота, который потом сделался предателем. Тема проповеди, которую я хочу поделиться с вами и вместе выявить очень ценные аспекты для правильных отношений с Богом, это тема, которую я назвал «Справом на славу, но в бесславии». Мы с вами, если зададим этот вопрос, кого лучше всего описывает это выражение? «Право на вечную славу имел, но в вечном бесславии оказался». Если мы ограничимся выбором из числа двенадцати учеников Иисуса Христа, из списка двенадцати апостолов, кого описывает эта короткая фраза «Право на вечную славу имел, а в вечном бесславии оказался». Мы очень легко можем это имя назвать, это Юда Искариота. И вот этот текст из Писания, который мы прочли, мы здесь сами можем увидеть, что для этого человека определил Господь и что в своей жизни для себя избрал сам человек. Вот смотрите, тринадцатый стих. «Когда же настал день, призвал учеников своих и избрал из них двенадцать». Вот избранные двенадцать в этом списке названо и имя Иуда Искариота. Итак, избрал двенадцать, которых и наименовал апостолами. И избрал двенадцать, и наименовал апостолами всех двенадцать. «Вот Божье избрание на жизнь Иуда Искариота было таковым. Я избираю тебя для того, чтобы апостолам тебя поставить и это служение тебе верить». А теперь читаем конец шестнадцатого стика. Вот тут названо его имя «Иуда Искариот». А дальше смотрите, какая фраза, который потом, интересная фраза, «сделался предателем». И вы можете увидеть контраст Божьего предназначения на жизнь этого человека и выбор, который в своей жизни сделал сам человек. И в этом отношении мы можем для себя взять этого внимание. И внимательно сейчас посмотреть на Иуду Искариота. Почему это ценно? Потому что если мы выявим, друзья, что же было причиной катастрофы в жизни Иуды Искариота, мы тогда сможем каждый для себя лично сделать нужное, заранее обеспечив себе безопасность от ошибки, которая постигла Иуду Искариота. Наверное, если бы кто-то из нас был художником, и нам бы предложили нарисовать портрет Иуды Искариота, и у вас был бы полный арсенал всех красок, которыми пользуются художники, перед вами стоял бы холст. Наверное, большая часть из нас, наверное, пользовались бы не цветными красками, а исключительно такого оттенка, серого. Потому что у нас представление, что Иуд Искариот – это человек, у которого, наверное, выражение лица было точно не праздничным. А если бы мы могли очень четко нарисовать его глаза, то наверняка мы в глазах могли бы нарисовать или евро, или доллар, или рубли. Что-то наподобие такого корыстного человека, у которого глаза какие-то немножко хитренькие, с целью того вообще, что я от этого буду иметь, или какую сумму я от того или другого дела я заработаю. Иуды Искариот, вообще, как он у нас с вами, в нашем представлении, как он представлен, каким мы его себе видим. И не секрет, что иногда у нас представления о этом человеке невероятно отрицательные. Просто по некоторому ряду штрихов, которые из Священного Писания мы для себя взяли, поцелуем предал Иисуса. Ну, 30 телебреников на этом заработал. И в какой-то степени именно это и определяет тот портрет, который мы где-то себе в своем воображении по отношению к Иуде Искариоту и нарисовали. Но каким же был этот человек? Я хотел бы вместе с вами немножко сначала портрет этого человека нарисовать из Писания, а потом выявить причину его катастрофы. Почему мы говорим причину катастрофы? Потому что это человек, который слушал самого лучшего проповедника. Вот если можно сказать, глядя или будучи возле кого, наблюдая за кем, человек имел возможность слышать и видеть самого лучшего учителя за всю историю планеты Земля. Наверное, без всякого, без всякой дискуссии, мы скажем, Бог на земле в лице Иисуса Христа, Божий Сын на земле, это самый лучший, это воплощение мудрости, как таковой, которое когда-то было на земле. Прямо так Иисус и говорил, что царица Савская пришла издалека послушать мудрости Соломоновой, а он говорил и вот здесь больше Соломона. Потому что на землю пришел тот, кто дарил Соломону мудрость, а тут сам тот, кто этой мудростью обладает во всей полноте. Слушать самого лучшего учителя, наблюдать за самым лучшим учителем, и при этом прийти к такому грустному результату, чтобы, имея право на вечную славу, оказаться в вечном бесславе, или что же там была за причина. Мы иногда с вами говорим, что как это здорово быть в молитвенных служениях, где Бог своей благодатью совершает в умах и сердцах людей великую работу. Но мы можем точно сказать, служение, на которых присутствовал Иуда Искариот, это было служение, на котором он воочию видел явление Божьей славы. Ведь это прямо у него на глазах, у человека, у которого была сухая рука, вдруг она стала здоровой. Ведь Иуда Искариот был рядом, когда женщине, которая 18 лет была скручена, он ей сказал, что ты освобождаешься от болезни, и некогда женщина, имеющая горб, стала абсолютно здоровой. Ведь он был свидетелем, как из гроба, 4 дня находящийся во гробе лазарь вышел. Он был свидетелем в лодке, как Иисус шел по воде. Он был свидетелем, как он изгонял беса без того человека, который был в стороне Гатаринской, Иуда Искариот. Он был свидетелем. Он не просто верил, он воочию видел многие чудеса, явленные в служении Иисуса Христа. Интересная получается картина. Слушал самого лучшего проповедника. Присутствовал на служении, где являлась великая Божья сила. Этот человек был так близко к Иисусу на земле и оказался так далеко от Иисуса в небесах. Право на вечную славу имел, а в вечном бесславии оказался. И мы задаемся целью, друзья, выявить причину. Для того, чтобы не повторилась эта история в наши дни, может ли быть такое, что человек к церкви так близко был на земле, и, к сожалению, от церкви может оказаться так далеко на небесах. Может ли такое быть? И если быть объективным и откровенным, и искренним, то, конечно же, такое может быть. Человек может быть на земле близок к церкви, даже причастен к ее членству в церкви, но когда жизнь закончилась, он может не разделить той славы, которая будет иметь церковь в небесах. Почему? Потому что не внешние вещи определяют наше близкое отношение с Богом. Есть нечто большее. Вот мы можем заранее сказать, что у Иоанна Искариота, у него проблема была не внешняя, у него проблема была внутренняя. И именно внутренняя проблема, она привела к той катастрофе и трагедии, которая в его жизни и произошла. Итак, портреты Иоанна Искариота. Первое. Это человек, который был избран Иисусом Христом. Второе. Он был назван и призван и поставлен на высокое служение, на служение апостолов. Мы нигде в Писании не найдем, чтобы кто-то из апостолов, 11 апостолов, они сомневались, Иоанна Искариот, вообще апостол ли ты? Вообще не было ни у кого из учеников сомнений, что Иоанна Искариот апостол в числе 12 избранных учеников. Почему? Да потому что прямо текст, который мы с вами прочитали, призвал учеников своих и избрал из них 12, которых и наименовал апостолами, а дальше названы имена. И мы не исключаем, что Иисус просто стоя перед учениками, вдруг начал называть имена. И Он назвал имена Петра и Иакова, Иоанна и Андрея. И среди этих имен Он вдруг назвал Иуда Искариот. Почему? Никто из апостолов не подвергал избрание Иуда Искариота на апостольское служение сомнению. Да потому что и Петр, и Андрей, и все другие ученики своими собственными ушами слышали, как уста Иисуса произнесли имя Иуда Искариот, так же, как они произносили Андрея, Петра, Иакова, Иоанна и других учеников. У них никогда не было сомнения. Иуда Искариот вообще избран ли ты на апостольское служение? Почему? Да потому что это избрание осуществил Иисус. И они своими собственными ушами слышали, как Иисус это избрание не только сделал, но Его устно озвучил, и ученики это могли слышать. Ведь не секрет, друзья, наверное, у вас приходилось в жизни и встречах по жизни с другими людьми переживать такой момент. Вы знакомитесь с человеком, он вам говорит, я пастор церкви, вы начинаете с этим человеком общаться дальше, и вы слышите, как он рассуждает, и вы начинаете понимать. Ну, наверное, себя пастором церкви ты себя точно считаешь. Но судя, как ты рассуждаешь, похоже, твое пасторство на небесах маловероятно, что будет одобрено, и маловероятно, что это пасторство за тобой на небесах закреплено. То есть, картина такая, сам себя человек может представить невероятно великим, но только это великое служение за человека может быть не признано Богом. Но вот Иоанн Иискориот, вот по поводу его мы этого не скажем. Почему? Потому что он был избран Иисусом, на апостольское служение был назван Иисусом, и при этом это избрание было исключительно сделано Божьим Сыном. Итак, первое, это человек, который был избран на высокое служение, и никто из одиннадцати не подвергал сомнению, избран ли он на это служение. Без всякого сомнения, вне всяких прений, было просто сам факт, он избран, как и мы, и назван апостолом, как и мы. Это первое, в плане того, что из себя представляет портрет Иоанн Иискориота. Следующий момент, я отмечу 12 глава Евангелия Теана. Я прочту один такой маленький штрих, чуть позже мы к этому тексту вернемся, сейчас для нас важна просто именно вот эта деталь. Вот написано 6 стих, вторая часть 6 стиха Евангелия Теана, 12.6, вторая часть. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали. Вот эту часть, именно на эти слова хочу обратить ваше внимание. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали. Денежный ящик. Вы когда-нибудь пытались подвергнуть анализу, как денежный ящик оказался у Иоанна Иискориота? Вообще, по какому критерию этот денежный ящик оказался, казалось бы, в руках самого ненадежного человека? Можем себе предположить, что Иисус просто своим ученикам мог дать такое поручение, выберите из среди себя, кому мы отдадим денежный ящик. Вам когда-нибудь приходилось одалживать людям деньги? Вообще, кто-нибудь когда-нибудь к вам обращался с просьбой, мог бы ты мне одолжить? Вот задумайтесь, пожалуйста, когда вы принимаете решение, одолжить этому человеку или нет? По какому критерию вы принимаете решение? Да или нет? Как правило, это приблизительно выглядит так. Если вы смотрите на человека, который просит у вас деньги в долг, и вы рассуждаете приблизительно так. Если я этому человеку деньги дам сегодня в долг, есть хоть какая-то надежда, что они когда-то ко мне вернутся обратно? Если этой надежды почти нет никакой, скорее всего вы скажете, прости, но на это дело по этому случаю возможности мне тебе одолжить нет. Но если вы смотрите на человека, и вы в нем имеете высокую степень доверия, я этому человеку дам деньги сегодня, он точно мне их через какое-то время возвратит обратно. Дать или не дать, от чего зависит? Зависит исходя из простого понимания, от степени моего доверия этому человеку. Давайте себе представим, что вот в нашей среде мы сейчас хотим выбрать человека, которому отдадим церковную сокровищницу или которому отдадим денежный ящик, в который опускают все церковные пожертвования. Скажите, пожалуйста, по какому критерию мы будем выбирать такого человека? Правда же, мы будем с вами приблизительно ориентироваться на следующий показатель. Человек, у которого очень быстро бегают глаза, когда он видит деньги, подходит. Он тот самый человек. То есть если человек, есть такая, своего рода, ну вот есть люди, у которых, которые, как только они видят деньги, у них что-то происходит с глазами, они начинают просто сиять, увеличиваться в размере, у них начинают прямо в глазах отражаться какие-то денежные знаки. Вот по какому критерию выбирают человека, которому доверят, например, церковный денежный ящик? Не выбирают человека по такому критерию, что это корыстный, это человек, у которого увеличивается сердцебиение, когда он слышит суммы или цифры или в виде денежной купюры. Это не по такому критерию выбирают, у которого человек какой-то лукавый, хитрющий, у него там только задумают какое-то дело, у него все куча разных сценариев и вариантов. Картина очень простая. Выбирают и доверяют денежный ящик тому, в ком есть огромнейшая степень уверенности. Отсутствие корысти, отсутствие желания что-то за счет чужого сделать для себя. И я задаю теперь простой вопрос. Денежный ящик у Иуды Искариота, как он у него оказался? Неужели это был человек, у которого глаза быстро бегали? О корысти и о такой низменности материальном, о такой низманом качестве, как о материальном благополучии за чужой счет, неужели это было такое, а воочию видный недостаток, который апостолы знали и просто на него не обратили внимания? Я могу с уверенностью сказать, друзья, следующее. Ему отдали денежный ящик. Знаете почему? Потому что всем 11 они ему доверяли. Вот это был человек, которому можно было доверять. И в этом-то и кроется большая проблема. Иногда человек производит впечатление надежного человека. Но на самом деле это только впечатление. А надежным как таковым он не является. Чтобы вы могли увидеть, как ученики смотрели на Иуду Искариота, я вам приведу два маленьких фрагмента, чтобы вы могли увидеть, что Иуда Искариот, он производил очень позитивное впечатление на своих коллег, апостолов. Он нигде не дал повода подозревать его. Он нигде не дал повод иметь к нему какое-то подозрение или лукавое предположение, что он вор, хитрый или лукавый человек. Вот смотрите, в качестве доказательства. Евангелие от Иоанна, 13 глава, я читаю со второй части 27 стиха. Евангелие от Иоанна, 13, 27, со второй части. Тогда Иисус сказал ему, ему это Иуде Искариот, что делаешь, делай скорее. Но никто из возлежавших не понял, к чему он это сказал ему. А как у Иуды был ящик, то некоторые думали. Вот я хочу обратить ваше внимание. Сидят на вечере или возлежат на вечере 12 учеников Иисус, он поворачивается, смотрит в глаза Иуде Искариоту и говорит короткую фразу, что делаешь, делай скорее. Вот короткая фраза. Если бы 11 учеников Иисуса Христа видели бы за Иудой Искариотом склонных к предательству, к корысти, к хитрости, к воровству, наверняка после этой короткой фразы у них бы родились куча разных вариантов, к чему Иисус сказал эту короткую фразу, что делаешь, делай скорее. Теперь, если бы он дал повод его в этих негативных вещах подозревать после этой фразы, и мысли бы у апостолов родились бы точно по негативному сценарию. Но что писание говорит, какие же родились версии у учеников, которые услышали такую короткую фразу, что делаешь, делай скорее. Вот читаем. А как у Иуды был ящик, то некоторые думали, обратите внимание, Библия говорит, какие же мысли посетили апостолов, когда Иисус и Иисус, они услышали эту короткую фразу, что Иисус говорит ему, купи, что нужно к празднику, или чтобы дал что-нибудь нищим. Хочу обратить ваше внимание, родилась у апостолов хоть одна темная версия, к чему Иисус сказал эту фразу. И мы точно видим, нет. Родились как минимум два варианта. А, это он ему поручает купить что-нибудь к празднику, или чтобы он выделил что-то в качестве денежного пожертвования для нищих людей. Ни одного темного сценария. Я задаю вопрос, а почему? Ответ очень простой, потому что Иуды Искариот, он себя нигде не дискредитировал. Он мог вести себя в кругу учеников так, что склонным к предательству, корысти и к воровству он нигде не произвел даже и намека по этому поводу. Давайте еще один текст я хочу вам показать, в котором мы можем увидеть эту же идею. Вот смотрите, Матвея 26 глава, 21 стих. «И когда они ели, сказал, истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Один из вас. Кому было обращено это слово? Оно было обращено к одному из двенадцати. Двенадцать учеников. Слова Иисуса звучат очень просто. Один из вас предаст меня. И я теперь читаю вместе с вами 22 стих. Они весьма опечалились и начали говорить ему. «Не Иуда ли, Господи?» Ничего подобного. «Если бы Иуда был бы склонен к предательству, и эту склонность видели бы все одиннадцать, на слова Иисуса «один из вас предаст меня», все одиннадцать бы устремили взгляд на Иуду и сказали, «Иуда, так оказывается, мы не ошибаемся в наших предположениях. Мы наблюдали за тобой и эту склонность, а теперь Иисус просто констатировал это как факт. Но то, что я сказал, так не написано. Он сказал, «один из вас предаст меня». Как они отреагировали? Они сказали, каждый из них, не я ли, Господи? Вы можете обратить внимание, никакого подозрения в адрес Иуды Искариота. Почему? Потому что этот человек, друзья, это человек, который умел себя на людях правильно вести. В кругу учеников он мог выстроить правильную модель поведения, и его никто из учеников не подозревал. И даже склонность к корысти, к воровству, и даже не думал, что у него она присутствует. Итак, второе качество, которое мы можем констатировать у Иуда Искариота, это человек, которому другие доверяли. Они ему доверяли и даже дали денежный ящик. И даже когда Иисус сказал, «один из вас предаст меня», ни у кого из них даже не родилась версия, что это Иуда Искариот. Каждый из них больше увидел слабость в себе, нежели в тех, кто был рядом с ним. Теперь давайте обратим внимание на ту же двенадцатую главу, но прочитаем сейчас с третьего стиха. Евангелие Террана, двенадцатая глава, с третьего стиха. «Мария же, взявши фунт народного чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисусом и оттерла волосами своими ноги его, и дом наполнился благовуханиями от мира. Тогда один из учеников его, Иуда Симодав Искариот, который хотел предать его, сказал, «Для чего бы не продать это мира за триста динариев и не раздать нищим?» Хочу обратить ваше внимание на эту красивую фразу. «Для чего бы не продать это мира за триста динариев и не раздать нищим?» Мы можем с вами сказать, что Иуда Искариот мог вполне мудро формулировать свои идеи. Он мог подвергнуть анализу все происходящее и тут же инициативно выступить с дельным предложением. Он просто увидел просто сценарий. Драгоценное миро вроде бы как используется на такое простое дело, как помазать ноги Иисуса. У него родилась идея, он ее тут же озвучил. И дальше Библия говорит шестой стих, который мы с вами не читали, первую часть. «Сказал же он это не потому, что заботился о нищих, а потому, что был вор». Вы чувствуете теперь контраст. Оказывается, это человек, который умел красиво говорить, но, имея красоту в словах снаружи, этот человек был далек от красоты внутри. Вот выглядит картина так. Человеку доверяли. На апостольское служение Иисусом он был избран и апостолом назван. Это человек, которому другие его коллеги даже не подозревали, и даже склонность к каким-то негативным поступкам за ним не наблюдали. И это человек, который умел выступать с дельными предложениями и озвучивать вполне рациональные вещи, когда видел что-то, что происходило вокруг. Теперь последний штрих, который хочу к его портрету дополнить, это Евангелие от Иоанна, 18 глава, и прочитать вместе с 1 стиха. Евангелие от Иоанна, 18, с 1 стиха. «Сказал это Иисус выше с учениками своими за поток кедром, где был сад, в который вошел сад и ученики его. Знал же это место Иуда, предатель его, потому что Иисус часто собирался там с учениками своими». Почему Иуда Искариот знал это место? Библия просто объясняет, потому что Иисус там часто собирался с учениками. И как часто там были назначены встречи, так часто там и присутствовал Иуда Искариот. Где это была встреча? В саду у потока кедром. Мы с вами сегодня имеем собрание верующих людей. Как правило, это место всегда имеет конкретный адрес. Улица, номер дома. И это место те, кто регулярно приходят на служение, конечно же, наизусть знают и номер дома, и название улицы, где проходит собрание верующих людей. Друзья, если бы сегодня среди нас, или вообще где-то в нашей церкви, если был бы человек Иуда Искариот, Вы знаете, друзья, мы могли бы с вами попасть в очень неловкую ситуацию. Мы могли бы этого человека представлять предцерковью в качестве того, с кого можно брать пример. Почему? Потому что не всегда внешнее поведение не всегда отражает внутреннее правильное состояние. Не всегда. Почему Иисус обличал эти вещи, и Он говорил лицемерно, ты пред людьми кажешься набожным, а внутри исполнен горькой желчи и так дальше. Так вот, Иисус обличал что? Обличал лицемерием. Лицемерие – это когда внешнее поведение противоречит внутреннему состоянию. Вот человек, в чем он блажен? Человек блажен, когда то, как он поступает снаружи, оно сопутствует и сопровождает те чувства, которые его наполняют внутри. Почему этот человек блажен? Потому что у него полная гармония того, что его побуждает изнутри к поступкам, которые он совершает снаружи. Иуда Искариот – это человек, который был вор, у которого были хитрые какие-то там интрижки. Но знаете, что этот человек научился делать? Он был прекрасным партизаном. Он мог это все великолепно прятать. Вы можете себе представить, ведь апостолы жили не так, как живем мы с вами. Мы встречаемся, может быть, 2, 3, 4 или 6 часов в неделю. Встречаемся друг с другом, как члены церкви. Может быть, 2 часа в среду, 2 часа в пятницу. Может быть, 2 часа на утреннем служении, или, может быть, 2 часа на вечернем служении, в воскресенье, и там около 8 часов. Вот сутки. Но они… Спасибо большое. Не в неделю, а не в сутки, а в неделю. Спасибо. Но они, друзья, они были вместе 24 часа в сутки. Они вместе плавали на лодке, они вместе людям думали о том, как дать им хлеб, когда были собраны на месте, где было много травы, и там окружало их около 5 тысяч человек. Другими словами, они были всегда вместе. Вы можете себе представить, каким был талантливым партизаном, конспиратором, актером юный историот. Это человек, который мог произвести на тех, с кем вместе спал, с кем вместе ел, с кем вместе в дороги шел, с кем вместе в лодку входил. Он мог спрятать то, что его наполняло внутри. И в этом откроется одна большая проблема. Никогда ты не спрячешь того, что у тебя внутри. Ты можешь это сделать лишь только на какой-то отрезок времени, на месяц, на полгода, на год. Но то, что тебя наполняет внутри, рано или поздно, оно даст о себе знать. Оно где-то лопнет, оно где-то проявится. Не спрятаться не может. Вот Иуда Искариот. Мы с вами же увидели его портрет. Это человек, который с внешней стороны был безукоризненный. К нему не было претензий. И если бы, друзья, Иуда Искариот был бы членом нашей церкви, в наши дни и в наше время, я уверяю вас, мы бы с вами никогда бы его так легко не выявили, не сказали, что этот человек опасный. Мы бы могли его поставить вперед, вот здесь, перед кафедрой, когда у нас членское служение. И как для членов церкви, могли бы как минимум в адрес этого человека сказать приблизительно следующее заявление. Братья и сестры, пожалуйста, совершайте свой труд пред Богом так, чтобы никто не сомневался, поставлены ли вы Богом на это служение. Как мы не сомневаемся в том, что на апостольское служение Бог поставил, и апостолом назвал Иуду Искариота. Мы могли бы обращаться к темам церкви и говорить, друзья, мы упросим вас, пожалуйста, умейте жить так, чтобы мы могли вам доверять, так как мы доверяем Иуде Искариоту. Мы этому человеку отдали денежный ящик наших церковных, церковных средств, потому что это человек, который в наших глазах достоин такого высокого доверия. Мы могли бы этого человека ставить в качестве примера и говорить, друзья, мы просим вас, умейте формулировать свои идеи четко и ясно, каких формулирует Иуде Искариот. Мы просим вас, посещайте служение, также регулярно, посещайте встречу ведущих людей, так же постоянно, как это делает Иуде Искариот в саду у потока кедром. Вы можете обратить внимание, друзья, Иуде Искариот это человек, который не описан в Библии серыми красками. Оказывается, у него очень много позитивного. И мы теперь подходим к рассуждению, если это позитивного было так много внешнее, так где же его проблема? Вот тут мы с вами и подходим к важной вещи. Проблема Иуде Искариота, друзья, она была не снаружи, она была внутри. И вот тут-то и кроется вся проблема. Когда человек допускает внутрь своей жизни проблему, просто это вопрос времени, когда эта проблема изнутри выстрелит, проявится у человека снаружи, в чем же она состояла и что она из себя представляла? Вот мы подходим с вами к этому рассуждению. Матвея 26 глава, 14 стих, Матвея 26, 14. Тогда один из 12, называемый Иуде Искариот, пошел к первосвященникам и сказал, что вы дадите мне, и я вам придам его? Они предложили ему 30 серебряников. И с того времени он не стал в удобном случае придать его. Вот два коротких слова. Что вы мне дадите? Дальше была названа сумма, и теперь он искал возможности предать его. 30 серебряников. За что? За предательство. За предательство Иисуса, учителя, наставника, с которым Иуд Искариот был на протяжении как минимум трех лет. В чем проблема? Вот это слово предать. В чем проблема? Предать. Что человека подталкивают на предательство? Как правило, неправильное отношение к тому, кого ты предаешь. Вообще, чего Бог от нас с вами ожидает? Я имею в виду, что является первой степенной точкой отчета в отношениях между Богом и человеком. Матвея, 22 глава, 37 стих. Иисус сказал ему, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоим, всем разумением твоим. Вот, внимание, друзья, чего Бог от нас с вами хочет? С чего у Него с каждым из нас точка отчета? Где она? На каком моменте она может быть? Вот, друзья, как раз таки она и начинается вот с того, чтобы найти в каждом из нас отклик взаимной любви. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всем разумением. Давайте это применим к Иуде Искариоту. Был ли Иуде Искариот человеком, который любил Иисуса? И очень простое наблюдение. Прийти к книжникам и фарисеям и сказать, что вы мне дадите, и я придам вам Иисуса, это точно поступок, который не побуждаем любовью. Потому что любовь как раз таки думает не о том, что взять. Любовь думает о том, что я могу дать того, кого я люблю. Как-то раздался телефонный звонок, я снял телефон, и мне представился молодой человек и сказал, что он является студентом в одном из университетов в городе Минске, и он говорит, мне ваш номер телефона дали мои однокурсники, и сказали, что вы можете помочь мне найти ответ на вопрос. А вопрос у него был следующий. скажите, а какая разница, и как я могу понять, когда девушка, которой я испытываю чувства, как я могу понять, я ее люблю, или это просто плотское чувство похоти, которое меня поощряет к отношениям к ней. И этому молодому парню, он неверующий человек, я ему говорю, ты знаешь, критерий очень простой. И если ты выстраиваешь отношения с девушкой, чтобы хорошо было только тебе, то это похоть. И если же ты выстраиваешь отношения, чтобы хорошо было ей, то это любовь. Так в этом-то и кроется весь секрет. Любовь, она думает не о том, чтобы хорошо было мне, любовь подразумевает, я готов сделать многое, чтобы хорошо было тому, кого я люблю. А похоть, она по-другому. Похоть настолько эгоистична, что она абсолютно ей безразлична, насколько будет унижена личность, насколько она будет оскорблена. Главное, чтобы похоть получила удовольствие. А какой ценой это удовольствие ему достанется, или какую цену заплатит тот, через кого он это удовольствие получит, ему это безразлично. Любовь и похоть. Разница казалась бы такая, на первый взгляд незначительная. Человек побуждает что-то к отношениям с другим человеком, но любовь побуждает, чтобы ему было хорошо. Как-то одна, чтобы хорошо было тому, кого он любит. Как-то одна девушка подошла, ей было где-то около 24-25 лет, она подошла к пастору и в таком личном откровенном разговоре говорит, я хочу выйти замуж, и причем желание у меня невероятно крепкое, сильное и большое. А пастор этой девушке говорит, ну я тебе предлагаю один короткий тезис. Напиши, пожалуйста, пять причин. На листике бумажки в течение двух минут почему ты считаешь, что тебе нужно выйти замуж. В течение этих двух минут эта девушка написала пять тезисов, потому что я хочу, чтобы меня любили, я хочу, чтобы обо мне заботились, я хочу, чтобы мною восхищались, я хочу и так дальше. Вот когда закончились эти две минуты, пастор взял и прочитал все эти пять тезисов и говорит, знаешь, сестра, я хочу тебе сказать, что тебе еще рано выйти замуж. Она говорит, как, мне 25 лет почти, а он говорит, знаешь, если бы в твоем тезисах было написано я хочу любить, я хочу сделать другого счастливым, я хочу восхищаться другим, я хочу, чтобы для другого жизни было праздником то, что я хочу для него сделать. И эта девушка как будто прозрела. На самом деле любовь это когда не хорошо тебе, а когда хорошо тем, кто с тобой. И на самом деле семейная жизнь как раз таки именно этим и измеряется. Когда спрашиваешь у отдельных людей счастлив ли ты, люди как правило начинают анализировать, что он получает от семейных отношений. Как правило ценный вопрос немножко другого характера. Хорошо ли тем, кто с тобой. Как раз таки именно этим измеряется счастье с семейной жизнью. Вопрос не в том, как много добра получаешь ты, вопрос в том, как много ты даешь тем, кто вокруг тебя. Так вот любовь она дает. И мы с вами это видим на примере нашего Господа Иисуса Христа. Что он сделал Иисус? Он себя отдал. Библия говорит, что он обнищал ради нас. Для чего? Да чтобы нам было хорошо, чтобы мы обогатились его нищетой. Что делает любовь? Любовь не берет. Любовь побуждает человека отдать. Любовь Иисуса Христа, она проявилась в том, что он отдал душу свою ради нас. И вот смотрите, еще один маленький пример, с помощью которого эта мысль будет ясна еще лучше. Вот есть две притчи у Иисуса Христа, где он говорит по поводу своего народа и говорит, что Царство Божие оно подобно жемчужине, похоже купцу, который ищет драгоценную жемчужину. Так вот, жемчужину, которую ищет купец, это единственное в числе жемчужина. Другая притча сказана, что оно подобно человеку, который искал сокровище, нашел его, продал все, что имел, купил поле, где было сокровище. Чем отличается жемчужина в сокровище. Сокровище, это где жемчужин множественное число. Жемчужина же в единственном числе это что-то ценное, что может составлять часть сокровищ. И вот теперь картина такая, вот это Божья оценка, Божья оценка, что каждый из нас, мы в его очах жемчужина. Ты жемчужина, я жемчужина, брат, сестра, жемчужина, а вместе собранные жемчужины в его очах это сокровище. А теперь, пожалуйста, внимание, а как я могу узнать, что я на самом деле в Божьих очах жемчужина, а вместе мы с вами в его очах сокровища. Мы можем ориентироваться просто на сказанные слова. Я называю вас жемчужиной, и мы уже этим восхищаемся, а можем. Библия говорит, что мы любили друг друга не словом и языком, а делом и истиной. Знаете, что мы можем сделать? Мы можем просто посмотреть, а на какую цену ради нас согласился Иисус. Почему? Потому что истинная ценность любой вещи определяется тем, что ты готов за это заплатить. И если вам кто-то предлагает какую-то вещь, а она для вас не представляет никакого интереса, вы за нее не заплатите даже ломаного гроша, это вам неинтересно. Но я думаю, вы не раз были свидетелями этих историй, я имею ввиду свидетелями от того, что просто слышали или читали, когда у богатого человека, у него воруют сына или дочь, а потом этому богатому человеку предлагают что? Выкуп. И я задаю вопрос, почему родители готовы платить так дорого, чтобы вернуть к себе уворованную сына или дочь? Ответ очень простой, потому что то, что ты ценишь, ты за это готов дорого заплатить, потому что оно в твоих очах невероятно ценно. Так вот мы говорим, Бог называет тебя жемчужиной. Ну так ли это на самом деле? Знаешь, куда посмотри? Посмотри на цену, на которую согласился за тебя заплатить Божий Сын, и ты поймешь, что это не только слова, а это на деле доказанный факт Божьего отношения к тебе, что Иисус заплатил за вас и за меня. Он заплатил свою собственную душу, положил свою собственную жизнь, согласился на мучения и страдания. И когда сегодня Иисус говорит, вы в моих очах, жемчужина каждой в отдельности, я не только это слышу, но я это и вижу как доказательство в подвиге, на который он согласился ради меня на кресте голговском. Иисус любит меня, я это не только верю, я это и вижу. И мы имеем простое наблюдение, то, на что я согласился человек, заплачивая цену, определяет насколько ценно то, за что он платил. А теперь, пожалуйста, внимание, а давайте на другую сторону перевернем медаль и посмотрим. Мы с вами можем петь такой псалом «Ты моя жемчужина, Иисус, самая большая». Звучит здорово, но знаете, очень ценно свое отношение к Иисусу измерить точно таким же вопросом. А на что я готов пойти, чтобы заплатить ради Иисуса какую цену? И вот тут мы с вами можем увидеть, Иисус нас любит и в качестве доказательства предложил подвиг, на который Он согласился ради нас. А теперь Иисус обращается к каждому из нас, говорит, «Ну, а на что вы готовы ради Меня?» Вот тут и кроется весь секрет. Понимаете, друзья, то, когда ты любишь, тогда тебе ради любимого не жалко ничего. И простая иллюстрация, которая, думаю, это показывает еще, может быть, в какой-то степени с иронией, но тем не менее красочно и ясно. Давайте себе представим семейную пару, которой, ну, где-то около года, как они стали мужем жилой. Давайте себе представим, что у них взаимное чувство любви, просто невероятно больших размеров. 11 часов вечера жена жена подходит к холодильнику, открывает его и, заглядывая во внутреннее содержание, тяжело вздыхает, ах, как жалко. Муж слышит слова жены и говорит, что же там тебе жалко? Она говорит, да я думала, что мороженое есть в холодильнике, а ты представляешь, а его оказывается нет. Вот семейные люди, которые имеют где-то год статус мужа и жены. И если у них невероятно великое чувство любви, что после этого может быть в этом доме? Картина может развиваться такая. Муж обращается к своей жене и говорит, любимая, ложись на диванчик, восседай в кресло, накройся теплым плетом, а я, а я на оленях, на собачьих упряженных, а я бегом, ползком, а я на четверейках, но я до торговой точки доползу и мороженое тебе обязательно принесу почему на этот подвиг соглашается человек, да потому что если любит, готов предложить кучу доказательств, что это на самом деле так. А теперь представьте себе пожалуйста семейную пару, которая в статусе мужа и жены где-то лет сорок. Одиннадцать часов вечера женщина в статусе жены, которая уже имеет этот статус лет сорок, подходит к холодильнику, открывает дверь и говорит, ах, как жаль. ее муж спрашивает, что там тебе жаль. Она говорит, там вот мороженое думало, что оно есть в холодильнике, а его оказывается нет. Вот я хочу вам задать вопрос, у вас есть сценарий, что она может услышать зацепить. У вас любви. Один из сценариев, один из сценариев, один из сценариев может звучать так. Что только на ночь любимая тебе взголову не взбредет, ложись тихонько спать. Утром проснешься, пойдешь в магазин, мороженое наберешь тебе сколько хочешь, килограмм, два, три, или больше. В чем разница? Разница в том, что когда чувство любви присутствует, тогда ничего не жалко. И это на самом деле так. Вот почему, если вы обратите внимание, что интересует Бога. Видите, люди иногда так много отдают акцента, что они делают. А если вы будете читать 13 главу первого послания Коринфианам, там написано, если даже все тело свое там на сражение, если я даже могу иметь всю веру, что горы могу передвигать, вы обратите внимание, там такая короткая фраза о любви не имею. И то нет ни в том никакой пользы. Ну вот, если я представлю, человек согласился тело отдать на сражение, а Бог смотрит на это и говорит, вот никакой пользы от этого поступка нет. Почему? Потому что Бога интересует не что ты делаешь, а почему ты это делаешь. И вот то, что я делаю, я это делаю, если из-за любви, то тогда мне это перестает быть тяжелым. Вы можете вспомнить, что один из сыновей, вот, один из прекрасных героев Библии семь лет работал за свою невесту, и Библия говорит ему, эти семь лет показались как семь дней, и названа причина, потому что любил. Оказывается, любовь, она сокращает восприятие труда, что он перестает быть тяжелым и трудным. Вот из-за этого я теперь подхожу к выводу и к наблюдению по поводу Иуда Искариота. Иуда Искариот, когда он пришел к первосвященникам, к фарисеям, когда он пришел к ним и сказал, что вы мне дадите, и я вам придам его. Я задаю простой вопрос, что его мотивировало? Любовь к Иисусу? Что его мотивировало? Вот тут, друзья, мы и находим эту причину. Вы знаете, что у Иисуса, у Иисуса к Иуде Искариоту любовь была, а у Иуды к Иисусу любовь отсутствовала. Вот это и есть первая причина. И мы с вами из этого теперь можем сделать одну простую, одну очень простую и очень ясное наблюдение всех причин, трагедий и бед Иуде Искариота. Вы знаете, друзья, когда христианин становится на опасный труд, когда у него с Иисусом теряется правильное отношение, когда у него нету к Иисусу любви, когда его отношение к Богу это что-то просто прагматичное, просто что-то наподобие интеллектуально принятого правила без чувства любви. И я хочу простую иллюстрацию еще вам предложить, чтобы вы могли это почувствовать еще лучше. Семейная пара, где в 17.00, в 5 часов дня приходит муж с работы. Жена знает, что когда ее родной муж откроет входную дверь, фраза, которая может прозвучать, потому что она звучит практически каждый рабочий день, звучит следующим образом. «Любимая, что у нас есть покушать?» И потому где-то уже в полпятого жена смотрит на часы и знает, что через полчаса прозвучит этот гимн хвалебной песни с умолением о том, чтобы покушать. Что она делает? Она просто тяжело вздыхая отправляется на кухню. Она на кухне режет хлеб, нарезает колбасу и говорит, «Видишь ли, вчера ему два кусочка было мало, нарежу сегодня три, может, ему достаточно». Настали те самые пять часов, они где-то в коридоре встречаются и жена говорит, «Иди, там на столе уже все стоит, иди кушай». Что сделала эта женщина? Она выполнила долг. Все, что она сделала, она просто выполнила свою обязанность. А можете себе представить ситуацию? Другая семья в полпятого жена смотрит на часы и понимает, что через тридцать минут все счастье ее жизни возвратится к ее родной доме или кухне. И она на кухню не бежит, она на кухню порхая летит. А когда она готовит салатик, она при этом приговаривает, «Мое счастье любит, когда капусточка вот так вот мелко порезана». А ему нравится, когда мясо вот так чуть-чуть по диагональке нарезано. А когда муж пришел, она просто улыбкой его встречает, говорит, «О, счастье моей жизни, радость, наслаждение всей моей судьбы, присаживайся, кушай, как я счастлива, что ты у меня есть». Я задаю простой вопрос, чем отличается первое, второе? Знаете, чем? Тем, что во втором присутствует один очень важный ингредиент. Знаете, что за ингредиент? Любовь. А вот теперь внимание, я привожу абсолютно сейчас духовный пример. Теперь очень духовный пример. Наступает, я не знаю, когда в каждой церкви, когда спевка, у нас в нашей церкви, это по вторникам и пятницам спевка хора. И я теперь просто, вот, например, хориста хочу спросить. Вот когда хорист слышит, что надо идти на спевку, как он обычно это делает? Он смотрит на часы, тяжело вздыхает, говорит, «Да, слушай, ну снова спевка». И где-то со скрипа внутри отправляется на эту спевку, на этой спевке, берет нужные ноты и счастлив, что спевка закончилась, отправляется домой. Я теперь хочу задать вопрос, кто бы из вас, я говорю, это и сестрам, говорю это и братьям, если вы в статусе мужа или в статусе жены, кто бы из вас остался бы доволен, если бы в супружеские отношения довольствовались бы только требованием, правил, без наличия там любви. Вы бы наверняка остановили бы эти отношения и сказали, «Послушай, жена, ну мне не надо, чтобы ты мне ужин на стол ставила просто по долгу и по обязанности». Пожалуйста, давай то, что мы потеряли, возвратим. Потому что это красиво, когда муж дарит, к примеру, своей жене цветы не по долгу, а по обязанности, а когда он это делает из-за любви. Когда он дарит ей там открытку или какие-то добрые, красивые слова не по долгу и по обязанности, а из-за любви. Когда жена что-то делает для детей, для своего супруга из-за любви. Друзья мои, я хочу вам сказать, в книге Откровения написано, «Имею против тебя, что ты оставил первую любовь твою». Вы знаете, что Богу приятно? Когда то, что мы делаем, мы делаем это из-за любви к Нему. Когда ты бежишь на спевку и говоришь, «Иисус, это прекрасная возможность, где я могу тебе частичку своей жизни достойного славу посвятить». И ответ очень простой, «Он ради тебя душу положил, а ты ради Него на что ты готов?» Вот тут-то и кроется весь секрет. Выглядит картина так, что нам не секрет же, ведь получается картина такая, для нас иногда это подвиг, что мы раз в неделю в воскресенье утром придем в отапливаемое помещение, сядем на мягкие кресла и два часа совершим подвиг, послушаем Писание и примем участие в общем пении. И теперь мы говорим, «Иисус, прими это как доказательство, что я тебя люблю». А теперь сопоставь, что в качестве доказательства, что любит тебя Бог, представил Он, и что в качестве доказательства, что Его любишь ты, представляешь ты и я. Вот где кроется проблема. Друзья мои, Богу поклоняться, Богу служить, когда ты Его любишь, не тяжело. И я говорю вам, любого из нас служения, оно должно быть украшено этим ингредиентом. Я это делаю, потому что Бога люблю. Я это делаю, потому что я это из-за любви к Его святому имени. И любое служение, то ли это проповедник, то ли это учитель в воскресной школе, то ли это хорист, то ли это музыкант, если там есть вот этот ингредиент, любовь к Богу, друзья мои, это служение приобретает неприятный фенеам, оно наполнено жизнью, оно наполнено сутью, и это то, что всегда приятно и нравится Богу. Я могу уверять вас, если в семейных отношениях люди переходят на отношения долга и обязанности, друзья, редко кого это удовлетворит. Потому что семейные отношения, в том-то их и красота, когда все пропитано любовью, когда люди друг для друга на многое готовы. И вот в отношениях с Богом, Иуда искрил, вот где же его проблема? Друзья мои, она была не снаружи, она была внутри. Да просто с единицей времени та проблема внутри, она вырвалась и наружу. И в этом отношении расправедливой на наши дни. Библия прямо-таки говорит, сделался предателем. Иисус его определил на высокое служение апостола, а он, а он сделался предателем. Божье определение, такое высокое, а его собственный выбор на свою жизнь, такое примитивное и низкое. А где же причина? Если вы будете ее искать, то вы ее найдете у него внутри. И что же это за причина? Отсутствие любви. Вот почему я хотел бы пригласить и вас, и самого себя, не терять любви к Богу. И более того, это любовь в своей жизни взращивать, ее в своей жизни расширять. И тогда, друзья, любое служение, любой труд, он не будет тяжел. Потому что любящее сердце ему делает любую работу легко. Любовь, любое дело, делает легким. Отсутствие любви, любое малое дело, делает невероятно тяжелым. И я уверяю вас, друзья, Бога намного больше интересует не что я делаю, а почему я это делаю. И если человек отдаст тело насажение, не любви, и Библия говорит, нет тебе в этом никакой пользы, я уверяю вас, если у меня нет любви, и я пою, или работаю с детьми, или с молодежью, или проповедую, но любви к Богу не имею, я уверяю вас, тоже польза от этого, минимум. Потому что Бога интересует, чтобы то, что ты делал, ты делал это из-за любви к Нему. И я хочу пригласить вас сейчас к тому, чтобы история Иуды и Скориота не повторилась с тобой и со мной. Чтобы о ком-то из нас не произнесли такие слова, был так близко на земле к церкви, и оказался так далеко от церкви на небесах. Что нас удаляет? Удаляет, друзья, и на опасную тропу нас ставит, когда мы наше христианство, когда мы его делаем просто чем-то обычным, в виде долга и обязанности, когда там нету этой живительной составляющей под названием любовь к Богу. Вы когда-нибудь видели влюбленного человека? Влюбленный человек, кстати, есть одна формулировка, она принадлежит одному английскому специалисту, психологу, у него такая формулировка, что влюбленный человек это человек, у которого интеллектуальная составляющая очень сильно повреждена. Любовь, оказывается, человеку приносит такое интеллектуальное повреждение, что никто не восхищается этим человеком, а он просто в восторге от того, кого он видит и кем он восхищается. Так вот, мои друзья, если вы и я имеете любовь внутри, вы будете восхищены Иисусом. И все, что вы будете делать, это будет пропитано жизнью, дыханием, свежестью, ароматом, таким благоуханием, и тогда на самом деле не надо будет влюбленному человеку ему не надо говорить улыбнись, он не может не улыбаться. Влюбленному человеку ему не надо говорить пожалуйста, имей хоть немножечко трепет, у него столь великий трепет, что он забыл как его зовут, забыл по какому имени надо обращаться и что теперь делать, потому что чувство любви что-то делает с человеком. И я, мои друзья, хочу это говорить вам и своему себе. Наше служение, наш труд, он становится живым и намного легче, когда я это делаю с любовью внутри. Тогда то, что я делаю, оно полно жизни, благоухания, славы и украшения. Я хотел бы пригласить вас, друзья, давайте украсим свое служение Богу и наш труд Богу этим прекрасным чувством любви. И давайте помнить, любовь доказывается не тем, как красиво я это формулирую, а тем, на что я ради того, кого я люблю, и я готов. Иисус доказал нам свою любовь тем, на что Он согласился ради нас. Я теперь задаю простой вопрос, а на что ради Иисуса готов ты? А какую цену видят доказательства, что Его любишь ты, готов Ему, надея, представить и показать ты и я. И я хочу пригласить тебя, пожалуйста, давай, пожалуйста, в этой молитве скажем, Господь, помоги моему сердцу не остывать любви, а напротив, любить тебя. Ведь то, как любишь меня ты, это несравненно больше, нежели я в качестве доказательств могу показать, что я люблю тебя взаимно. И я хочу пригласить вас, друзья, давайте защитим свою жизнь от ошибки Иуды и Скариота, чтобы, имея право на вечную славу, нам этого права сами себя не лишить, а этим правом воспользоваться. И его беда и трагедия была не снаружи, она была внутри из-за отсутствия любви к Богу, а это со временем привело его к катастрофе и к трагедии. Я хочу пригласить вас, чтобы в вашей в моей жизни такой трагедии не было. Да не остывает любовь к Богу у вас, да не оставляем мы с вами любовь к Богу никогда, но, напротив, да возрастает наша любовь и наше посвящение Богу на служение из-за любви. И чтобы это были не просто красивые слова, а это было на деле представленные в нашей жизни факты, исходящие из внутреннего глубокого чувства любви к Богу, потому что Он нашей любви воистину достойен. Вставь на ноги в молитве и обратимся к Богу и мы расставляем любви.